Принцесса Нищенко Подожди, подожди. Эрика главная героиня? Что за чушь? Ну да, кто еще? Не преминжер же. Принцесса Нью-Йорк, конечно же. В смысле? Да. Нет. Что? Да, трэш. Что ж, если ты считаешь, что Анька главная, расскажи мне, пожалуйста, чем же она так отличилась? Да без проблем. Кстати, я Чабель. Да, и вы на канале Уна Фата, что означает... Фе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Располагайтесь максимально удобно. Берите чаечек, наливайте вкусняшки, ведь несколько следующих минут пройдут просто незабываемо. Погнали! Анна Луиза изначально стала заложником короны. Она всю жизнь изучала этикет, королевские обязанности и с самого раннего детства чувствовала ответственность за будущее всей страны. Родилась, чтобы управлять не своей жизнью, а страной. Рожденная правителем, она обречена жить не в свободе. Мы видим, как мама мягко говорит с принцессой, тяжело принимает решение и кажется нам очень беспомощной и инфантильной, в соответствии чего в будущем не может принять нормальное решение без своего злого советника. Как бы мама не любила принцессу, но ее совершенно не волнует, будет она счастлива в браке за королем или нет. Важнее всего счастье поданных, а не своего ребенка. И, к сожалению, это бремя правителя, которое она будет нести до конца своих дней. Когда Эрика под конец фильма избавилась от своих оков, в отличие от Анны Луизы, которой один раз разрешили выбрать что-то в сторону себя, спутника жизни. В то же время Эрика происходит из простой деревенской семьи, которая едва ли сводит концы с концами, из-за чего оказывается с большим долгом перед мадам Карп, на которую как раз и работает девушка в ателье. Ее любящие мать и отец, которая, похоже, является сестрой Одет из Лебединого озера, делали все возможное, чтобы позаботиться об их дочери. И заняли столько денег у бизнесвомен 16 века, что Эрике пришлось пахать на нее чуть ли не всю ее сознательную жизнь. И, похоже, если бы не стечение обстоятельств, мадам Карп забрала бы девушку в рабство еще до того, как это стало мейнстримом. Но тут ее даже можно понять. Упускать такую талантливую трутягу просто безумство. Девушка прекрасно шьет и создает невероятно красивое платье для высших лиц королевства. Признайтесь, вы же тоже в детстве мечтали о платье Анны Луизы? Да почему в детстве? Сейчас тоже. Кроме таланта к шитью, Эрике просто невероятно красивый голос, который буквально манит всех жителей города. Заодно и денежки собирает, ведь это, по сути, ее единственный доход по жизни. В ателье она лишь отрабатывает в счет семейного долга. Я каменщик, работаю три дня! Интересно было бы узнать, откуда у девушки появился такой выдающийся талант к пению. Обычно этому учатся многие годы и, в лучшем случае, такие навыки передаются по наследству. А в этой истории мы знаем лишь о родителях Эрике, которые являются самыми простыми людьми. Ее стремление поскорее расправиться с работой в ателье и, наконец, стать свободной строится именно на желании стать великой певицей, знаменитой во многих землях, даже в далеких от ее родного дома, что на момент событий мультфильма кажется почти невыполнимым. Не стоит забывать и о талантах принцессы. Несмотря на постоянные королевские обязанности, учения и все остальное, девушка использует свое свободное время, изучая науку. Принцесса много читает, изучает драгоценные камни. Кажется, что это ее единственный способ отвлекаться от бесконечных учений и возможность хоть с помощью книг отправиться в свободный мир. Именно благодаря ее познаниям королевства, в котором живет та же Эрика, было спасено. Стоит помнить, жизнь королевства – жизнь народа. Народ Эрика и ее жизнь зависят также от принцессы. Ну блин, несмотря на то, что жизнь Эрики зависит от Анны Луизы, не делает жизнь Эрики и ее бэкграунд менее значимым. Короче, проехали. Ничья. Родиться принцессой уже трудность, несмотря на всякие красивые платья, завтраки, ванны и остальную конетель. Джулиан лишь вкратце в своей песенке описал то, что обязана делать принцесса на протяжении всей жизни. Отклонений никак не избежать. Как я уже говорила, если Эрике удается вырваться из лап мадам Карп, стать певицей и исполнить свои желания, то мечты Анны Луизы о свободе так и остаются мечтами. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Анна Луиза соглашается выйти замуж за совершенно незнакомого человека, при этом будучи влюбленной в своего лучшего друга детства. Премиджер подстраивает ее похищение, дабы убрать все шансы свадьбы Доминика с принцессой. Девушка, не растерявшись, сбегает, оказывается отфутбольной собственной прислугой. Да еще и перепутавшая мадам Карп припахала ее работать, и все за один день. Дорогой дневник, мне не подобрать слов. Анна Луиза, несмотря на свой королевский статус, рвется помочь бедной швее. Если ты будешь так вести себя со швеями, мы найдем другое место для наших королевских заказов. Я не позволю тебе делать все это одной. Что говорит о том, как она уважает чужой труд из своих подданных. Под конец ей вовсе помогла смекалка и знание о драгоценных камнях спасти королевство и выплатить долги Эрике. По сути, Эрика помогла принцессе, а Анна Луиза с помощью знаний смогла дать свободу новой подруге. Да, но кто тебе сказал, что жизнь нищенки слаще, чем жизнь королевской особы? В принципе, жизнь Эрике это сплошные трудности. Родилась в беднейшей семье, с детства попала на крупную сумму, работает бесплатно, а ее мечта где-то там, за горизонтом, и вовсе не факт, что ее жизнь когда-нибудь изменится к лучшему. Разумеется, встреча с Анной Луизой и знакомство с Джулианом непосредственно повлияло на исполнение ее мечты. Кто знает, как долго ей еще пришлось бы работать на Мадам Карп, если бы принцесса в благодарность за невероятную помощь и спасение королевства не помогла бы девушке выбраться из рабства. Ведь именно благодаря ее красивейшему голосу принцесса услышала ее и решила взглянуть на его обладательницу. Конечно, ее внешние данные сыграли ключевую роль в том, что именно к ней обратился Джулиан в кризисный момент, но тут поражает и самоотверженность девушки. Она знала, на какой риск идет, и если подмена раскроется, ей грозит казнь. Но даже это не остановило ее. Понимая угрозу, она пошла на обман... Да, на эту авантюру! Я люблю экстрим! ...и притворилась принцессой ради блага государства. И это очень ярко говорит о степени ее ответственности и решимости. Окей, Анна Луиза с рождения воспитывалась через убеждение о том, что жизнь ее народа превыше собственных хотелок. Но для Эрики по умолчанию такие понятия должны быть далеки. Да, она делает это ради принцессы. Но ее рвение спасти ситуацию любой ценой прямо говорит о том, что она борется за нечто большее, чем прикрытие новоиспеченной подружки. Тем не менее, она прекрасно справляется с ролью принцессы Касплей 8 из 10. Платье стоит сделать более каноничного цвета и парик, возможно, приложить. Но сам факт того, что даже королева поняла, что перед ней не ее дочка, благодаря отсутствию королевской родинки, говорит сам за себя. Эрика потрясающая актриса. Конечно, капелька отчаяния тоже играет свою роль. Сцена с побегом из темницы до сих пор является одной из моих самых любимых, а последующая драка со стражником, а.к.а. королем Домиником, идеально завершает это небольшое безумие. Хотя здесь же возникает много вопросов к компетентности королевской стражи. После освобождения от кабалы имени Мадам Карп, Эрика отправилась по всему миру, выступая в разных частях света с сольными концертами. И, как во мне, это тоже тот еще челлендж, учитывая, что в конце мультфильма нам показали девушку на большой сцене, то есть у нее действительно получилось пробиться. Далее ей предстояло справиться с самой главной трудностью. Определиться, где на самом деле ее место. И здесь подсказалось сердце. Я девушка-солдата. Я тебя дождалась. Барби со своим суженом впервые знакомы с самого детства, и история любви начинается с крепкой дружбы. Изначально мы видим теплое и трепетное отношение Джулиана к принцессе. Он уважает ее статус, несмотря на давнее общение. Чувствует и понимает, что необходимо ей в данный момент. Знает ее вдоль и поперек. Ну, в смысле, как человека. Характер, поведение. Благодаря этим знаниям он и вывел преминджера на чистую воду. А как он восхищается ею, когда поет песню Эрики. Так же и в обратную сторону. По поведению девушки понятно, что ей нравится Джулиан. И ее обижает, когда он начинает отдаляться, чему способствует ее титул. Ваше высочество? Почему так официально? Это же я. И вот опять принадлежность к королевскому роду очень стесняет других людей. Она полностью доверяет ему, знает, как его поддержать. А ее признание в пещере было очень трогательным. Потому что я люблю другого. Он мой лучший друг. Человек, который много бы меня научил. Чувствуется крепкая детская дружба, которая переросла в любовь и завершилась свадьбой. А ведь их свадьба не случилась бы, если бы Эрика не заняла место рядом с Домиником. Как вы помните, познакомились они именно благодаря подмене принцессы Нищенкой. Иначе они бы, наверное, никогда и не встретились. В их любовной истории главную роль играет чуткость. Доминик любился в голос девушки. Эрика беспрекословно исполнила песню для короля. Хоть и не знала, поет ли настоящая принцесса, в чем был некоторый риф. Их заменник поверил в честность и искренность Нищенки. И даже помог с побегом из темницы, хотя ситуация полностью говорила против нее. А Эрика вернулась к нему буквально на пике своей музыкальной карьеры. Конечно, в союз между простой горожанкой и настоящим королем трудно поверить. И вряд ли такое произошло бы в действительности. Но вы просто представите, насколько глубокой нужно быть личностью, чтобы женить на себе интеллектуала с безграничными возможностями. Да, Блум, вот они сумели пожениться вообще-то. Ладно, пацаны пацанами, но все мы прекрасно знаем, что человек самым лучшим образом раскрывается благодаря своему отношению к животным. Серафина – настоящее чудо. Несмотря на статусность королевской кошки, готова испачкать лапки и прийти на помощь. Грациозная, уверенная в себе. Они с принцессой – замечательный тандем. Слаженно работают в команде. Молодец, Серафина. И по-настоящему любят друг друга. Моя хозяйка там одна с двумя хулиганами. Здесь мне тоже есть что сказать. Вулфи, полукот, полупес. Фитомец Эрики является не просто ее любимцем, это настоящий друг, проблемам и переживаниям которого она относится с полной серьезностью. Песня, которую она исполняет для него, рассказывает о ее взгляде на уникальность склада характера ее любимца. Да, внешне он кот, но это не значит, что он не может лаять и вести себя по-собачьи. Это и делает его тем, кого она любит. Не знаю, нужно ли тут вообще что-то разглагольствовать. Прекрасные длинные волосы с кудрями на конце, великолепное розовое платье. Боже, а как она в нем двигалась, когда пела. Окей, принцесса, но давай все же не забывать, что именно благодаря нищенке Луиска и выглядит так, как она выглядит, ведь именно Эрикой шил ее платье. Да и сама девчуля выглядит совсем не дурно. Длинные красивые волосы, аккуратная прическа с косой, чистое лицо и даже с небольшим макияжем, и чудесная платьица, которая для нищенки выглядит даже роскошно. Скорее всего, Эрика шила его сама из остатков ткани. Конечно, в жизни оно было бы сделано скорее из лоскутков ткани, но будем считать, что мультяшной нищенке повезло заказать на пару метров больше ткани, чем было нужно для заказчика. Ну а подбор одежды в королевском гардеробе выше всяких похвал. Конечно, Эрика шла по очень тонкому льду, выбирая голубой вместо розового, но приятно видеть, что девушка остается верной самой себе даже во время операции под прикрытием. Свадебные образы – это отдельная тема, но скажу лишь то, что мальчики там были лишние. Зачем они приперлись на церемонию Анны Луизы и Эрики? Ну, про пацанов – да, дурочки, конечно. Но так-то это работа Эрики, она выполняет ее на высшем уровне, иначе бы заказывали они одежду у мадам Карп. Нельзя отрицать утонченный вкус принцессы, да и как обычная горожанка может выглядеть лучше, чем принцесса. Когда принцессу похитили, девушка не растерялась и понимала, что истерики и все остальное не помогут ей вырваться наружу. Я считаю, что психологически это офигеть какой подвиг собраться с духом в такой ситуации и начать мыслить трезво. В финалочке, опять же, собравшись, ребята не растерялись и придумали план, как выбраться из пещеры благодаря воде и найденному колодцу. Ну и тут нищенка проявила смекалку. Конечно, мы не можем знать точно, что происходило в королевстве до начала действия мультфильма, но, по-моему, у Прэминджера на носу было написано, что он злодей и с ним надо что-то делать. И меня удивляет находчивость Джулиана, который осознал, что этот черт мусит воду только когда принцессу уже украли и действовать было чуточку поздновато, потому что все уже началось. Эрика до последнего противостояла Прэминджеру, при этом не подавая вида и держа нейтралитет в его присутствии, а в самый критический момент не испугалась обвинить его в том, что происходит, несмотря на то, что такое поведение могло усугубить ее наказание. Хотя куда уже хуже смертной казни. Ну и фирменная подножка Найку была лучшей быстрой победой над финальным боссом. Спешишь куда-нибудь? И что, получается, Эрика спасла все королевство? Я думаю, правда, где-то посередине. Безусловно, Эрика шла на огромный риск, когда соглашалась на аферу Джулиана. Она буквально жертвовала своей жизнью, и ее смелость не только спасла целое королевство от коварного ворюги, но и привела к исполнению ее заветной мечты. С другой стороны, случилось бы вообще все это, если бы не Анну Луиза. Именно. По сути, все по итогу были втянуты в проблему не по своей воле. Безусловно, проблема изначально касалась королевского двора и никого из простых горожан. Но правление премиджера и полное обеднение казны отразилось бы на судьбах каждого подданного, а не только королевской семьи. Все приняли свое участие, и это был долг каждого. Эрика не виновата, что родилась с таким же лицом, как принцесса, как и Анна Луиза не просила ее рожать наследницей, чтобы все это разгребать. А Джулиан-то вообще по собственной инициативе был замешан. Ну что, тогда главных здесь нет? Верно. Тогда мир. Мир. Всем пока!